Для того, чтобы понимать, что такое основной закон нашей страны, все должны помнить, что он возник в 93-м году, 12 декабря у нас день Конституции. Вот что хотелось бы вспоминать в этот день. Во-первых, надо вспоминать 93-й год и то смертоубийство, которое было в центре Москвы 4 октября 93-го года. А во-вторых, вспоминать историю с 90-го по 93-й год. По сути дела, это и есть история создания ныне действующей Конституции, история борьбы вокруг Конституционного закона. И я напомню, что в 90-м году, как только Ельцин стал председателем Верховного Совета РСФСР тогда еще, тут же была создана Конституционная комиссия. Секретарем Конституционной комиссии тогда стал известный довольно молодой политик Олег Румянцев. И, собственно, он считался основным автором текста, который потом беспрерывно дорабатывался. И страна жила в ожидании, когда же, наконец, проект Конституции будет вынесен на всеобщее обсуждение, рассмотрение. Но поскольку Ельцин и его команда, которые тогда пришли к власти, а в 91-м году разрушили наше единое государство, они вовсе не были заинтересованы в том, чтобы Конституция создавалась именно таким путем. Путем всенародного обсуждения, путем привлечения специалистов, различных мнений, как раз напротив. Ну и после 91-го года они уже решили, что вполне могут пользоваться той самой пословицей горькой, которая существует на Руси, закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Они рассчитывали именно на такого рода законодательство, то есть, по сути дела, на произвол. И этот произвол выражался в том, что деятельность Конституционной комиссии, созданной народными избранниками, съезда народных депутатов Российской Федерации, она практически прекратила свою работу, комиссия собиралась редко и принимала второстепенные решения. А параллельно шла работа других авторских групп, которые быстрее и эффективнее, чем ельцинская команда, создавали правовые документы. В конце концов, множество проектов появилось, и они начали обсуждаться уже независимо от воли Ельцина и тех, кто его поддерживал. Это как раз уже был 93-й год, когда разные проекты уже были опубликованы, был опубликован проект Компартии, другие проекты оппозиционных Ельцину сил. И было видно, что Ельцин не собирается с ними дискутировать. Любые дискуссии, они, по сути дела, обрывались. Ельцин тогда создал конституционное совещание, абсолютно незаконный орган, который стал обсуждать конституцию в отрыве от законно избранного парламента России. И наоборот, был противопоставлен парламенту. То есть не депутаты, избранные народом, а случайные люди, которых подобрал Ельцин, были введены в это конституционное совещание, которое, в общем-то, было превращено в хаос и ничем позитивным кончиться не могло. В конце концов, оно кончалось даже драками на заседании. То есть ничего там не могло быть, это не была какая-то коалиция юристов, которые могли бы размышлять над содержанием конституции. Это не были депутаты ни Верховного Совета, ни других уровней. Это просто был то, что называется сброд. Этот сброд занимался обсуждением. И скандальность, которая была придана всему обсуждению конституции, она, конечно, дискредитировала вообще сам вопрос о принятии конституции. А параллельно народные избранники меняли конституцию, пытаясь ее приобщить к жизни. Потому что 1993 год, это уже было понятно, к власти пришла воровская шайка, которая уже провела разорение граждан страны, которая сначала разрушила страну единую, потом для России были отпущены цены, люди потеряли все свои сбережения. Когда они лишились средств, началась приватизация. То есть приватизацию можно было ввести только на воровские деньги. Совершенно понятно, что когда выдавали человеку ваучер, он не знал, куда с ним бежать. И реально организовать процесс приватизации более или менее крупных производств могли только те, кто обладали вот этими теневыми деньгами. А простые люди были просто лишены всех сбережений. То есть в 1993 году уже было понятно, что за режим установился и какую, собственно, он конституцию хотел бы иметь. Вот именно такую, которую можно было бы развернуть куда угодно самыми произвольными трактовками. Поэтому к 1993 году сложилось такое противостояние, когда в обществе еще были люди с честью и совестью у власти. Многие из депутатов Российской Федерации, которые в свое время голосовали за Ельцина, прозрели и увидели, кто на самом деле пришел к власти. На местах было много честных людей, которые переживали за свою страну, и боль за разрушенный Советский Союз у них жила в сердцах. Поэтому эти люди не смогли бы согласиться с такой конституцией, которую готовил для страны Ельцин. Именно поэтому в октябре 1993 был совершен переворот. Кроме того, причиной этого переворота является тот факт, что во многих регионах правоохранительные органы уже начали подбираться к тем, кто провел вот эти незаконные акты приватизации. Уже добирались до вот этих ставленников Чубайса, ставленников Ельцина, просто по факту их деятельности. Я приведу пример, почему Московский Совет был разогнан первым специальным указом Ельцина. Потому что в 1993 году специальными проверками установили, что половина бюджета города Москвы была Лужковым и Поповым украдена просто-напросто. То есть это доходная часть бюджета, которая была уменьшена вдвое от реально возможной. То есть реальные деньги, они растворились в частных карманах. Городская казна могла получить огромные доходы, прежде всего от нежилых помещений, которые все были в собственности города. Но они стремительно приватизировались, а сдавались в аренду только чиновниками за теневые выплаты. А эти самые выплаты должны были попасть в бюджет города, они туда не попали. Примерно половина бюджета города была украдена. Именно поэтому, я думаю, это была одна из причин, почему так горячо Лужков поддержал переворот Ельцина в 1993 году. Потому что сидеть ему в тюрьме. И все, что произошло после, москвичам, может быть, какой-то части показалось, что золотой дождь проливается на Москву. Но это золотой дождь, который пропитан кровью всей страны. Потому что ограблена вся страна для того, чтобы отмывать в Москве вот эти воровские деньги. Посмотрите на магазины в центре Москвы. Вы думаете, это магазины? Там же нет покупателей. Все это воровские малины, где просто оформляют чекинг для того, чтобы нелегальные деньги перевести в легальный оборот. И в Москве это главная практика. То есть здесь отмывается главный объем денег, получаемых в стране криминальным путем. Москвичам некоторым кажется, что живется по сравнению с остальной страной неплохо. Но надо понимать, что вся остальная страна превращена в колонию. Да и в Москве пару миллионов человек живет по уровню европейского города, а все остальные живут в нищете. Это плата за то, что в 93-м году москвичи, да и вся страна толком не поняли, что произошло. По каким законам нас заставят жить? Какую конституцию нам подсунут? И когда вся страна могла наблюдать по телевидению толпу подонков, которые аплодировали каждому попаданию танкового снаряда в парламент, я думаю, тогда совершен был вот этот грех, за который мы расплачиваемся по сью пору. И то, что люди не знают, что такое конституция и что в ней написано, насколько ужасный этот документ и насколько он корежит нашу жизнь, это тоже расплата ужасным уровнем жизни и бесперспективностью нашего государства. Редактор субтитров А.Семкин